Давайте посмотрим, все-таки вернемся к более традиционным валютам, например, евро-доллар. О перспективах порассуждаем с Александром Егоровым, валютным стратегом группы компании Телетрейд. Александр, добрый день. Скажите, пожалуйста, какие самые значимые события мы можем ждать в ближайшие дни в отношении американского доллара и европейской валюты? Как будет складываться конъюнктура для динамика этой валютной пары? Добрый день, Елена. Во-первых, конечно, евро-доллар в последнее время очень сильно консолидируется. Мы практически не наблюдаем заметных движений. При этом диапазон, который будет определять дальнейшие перспективы, это с нижней границы приблизительно 1,22, сверху это приблизительно 1,24,70. Пробой этих границ уже задаст более среднесрочные перспективы. Из ближайших событий. Завтра будет выступать Марио Драги. И вполне возможно, председатель Европейского Центрального Банка предпримет какие-то меры, чтобы ограничить рост евро. Потому что все-таки сильный евро сдерживает планы ЕЦБ по достижению инфляционных целей. При этом следующее событие это ФРС США. Хотя там повышение ставок уже практически заложено на 90%. Но просто интересно, какова будет реакция рынка. В целом, в ближайшей перспективе именно эти два события определят тенденции евро-доллара. Вот сейчас был опубликован несколько минут назад отчет по инфляции в Соединенных Штатах. Это тоже очень важный показатель для ФРС США. В общем, реакция была первая, по крайней мере, против доллара. Я сейчас несколько минут назад не смотрел уже, как происходят события. Но, тем не менее, диапазонная торговля по евро продолжается. Да, сейчас прибавляет европейское... Уже 23,75, я понял. Растет евро несколько. А что это будет значить для российского рубля? Ведь мы сейчас видим, как уже из роста рубль перевернулся в отношении евро наоборот к снижению. И выше отметки уже 70 рублей 23 копейки торгуются европейская валюта. Будет набирать дальше свои позиции? Да, вы знаете, по рублю сейчас ситуация, конечно, такая, достаточно напряженная. Ну, с одной стороны, мы понимаем, у нас политический процесс выбора президента. Это стабилизирующий фактор для рубля. С другой стороны, есть политическая напряженность со стороны возможных санкций со стороны Великобритании и Соединенных Штатах из-за вот этого химического скандала. То есть, в целом, рубль сейчас находится тоже под перекрестным событием. Поэтому волатильность на локальном рынке, я думаю, в ближайшее время возрастет. Спасибо огромное. Александр Егоров, валютный стратег группы компании Телетрейд, был у нас на связи. И мы все же наблюдаем за тем, как перекрестный огонь существует не только на валютных рынках. Действительно, все очень локально, очень быстро меняется.